Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, даже не вопрос, а просто проблема. Отлично, вами довольно скудно, довольно коротко, вот, но, тем не менее, я постараюсь ее разобрать и постараюсь вам помочь. Знаете, ну вы пишите, вместе с девушкой вы были 3 года, а я нашлись, потому что она якобы разлюбила, а я не знаю. Ну вот, и здесь, собственно, первый момент, вы говорите, что она якобы разлюбила. То есть вы ей не верите, вы ей не верите, что она разлюбила и думаете, что причина в другом. То есть она вас не разлюбила, а в том, что вот что-то произошло. И сначала предлагаю вам подумать, именно подумать, не торопитесь, пожалуйста, например, писать об этом, допустим, или не торопитесь, дополнять свой вопрос. Вот, предлагаю вам подумать, а почему вы не верите своей девочке? Так, вот, что заставляет вас, по факту, подвергать сомнению то, что ваша девушка говорит? Обманывалась ли она вас когда-то? Или нет? Почему вы говорите, что если, вот, если она сказала, что разлюбила, да, если она сказала, что разлюбила, почему вы ей не верите? Это вот, на самом деле, очень важный вопрос. Потому что не верить девушке вы можете по своим мотивам. Если вы поверите ей, что она действительно вас разлюбила, то вам придется признать, что между вами ничего больше быть не может. А это для вас, ну, я так понимаю, довольно травматично. И именно потому что, именно потому что вы не можете признать, что между вами и вашей девушкой что-то могло закончиться, причем закончиться просто так. Вот, вот, именно это мешает вам ей поверить. Вот. То есть, опять же, мешает вам поверить, что? Ваши мысли. Ваши желания. Ваши взгляды. Вот. Далее. Хайлё. Вы говорите о такой ситуации, что вот, мол, я девочку не разлюбил. То есть, она меня разлюбила, а я нет. Я вас понимаю. Я понимаю вас. Понимаю, что вы действительно, как-то вот, могли девочку не разлюбить. Вы действительно, как-то вот, могли продолжать испытывать чувства к ней. Но, давайте подумаем. Давайте будем честны с собой. А что вы понимаете под любовью к девушке вообще? Как вы понимаете любовь? Что она для вас значит, любовь? Знаете, любовь это когда хочешь сделать человека счастливым. И любовь это когда хочешь, чтобы человек был счастлив. Чтобы у него было все в порядке. Любовь это когда хочешь, чтобы у человека все было хорошо. И не важно при этом, с тобой человек или нет. А вы говорите, что вы засхитились на девушке. Значит, следуя вашей логике, опять же, можно говорить о том, что у вас как таковая, может быть, даже не совсем любовь, а есть какие-то определенные примеси к любви. То есть, примеси у вас такие, что вы любите девушку еще и для себя. То есть, помимо любви, помимо любви, вы испытываете еще какие-то потребности для себя именно. И вот хотели бы, хотели бы, хотите, эти потребности удовлетворить свои. И вот из-за этого вам, как бы, тяжелее признать этот факт, что девочка может вас действительно, опять же, разлюбить. Ну, и вот это все вместе, как бы и определяет вашу зацикленность. Помимо ваших же потребностей, которые вы испытываете, помимо нежелания верить девушке, нежелания принять ее, и помимо того, что вполне возможно у вас осталась незавершенность в отношениях с ней, вполне возможно, такая незавершенность присутствует. Помимо этого, вы испытываете фрустрацию по поводу своих подредностей, которые и не дают вам, как бы, отпустить девочку. И чтобы убрать нацикленность, нужно, во-первых, проработать ваши отношения, помочь вам до конца отпустить ее, помочь вам до конца ее, значит, и своей жизнью убрать, и после этого уже подумать, что вы потеряли для себя, именно для себя с уходом девушки. И вот так, такими вот темпами, такими вот вещами, такой вот позиции вы добьетесь того, что, собственно, растительность ваша пройдет. Но опять же, важный момент, хотите ли вы это все делать или нет. То есть, если у вас есть желание работать над собой, это одно. Тогда нужна более подробная история ваших отношений с девушкой. Нужна вам более подробная, развернутая картина вашего психологического портрета. Потому что, понимаете, зацикленность, она просто так, она не появляется. Она всегда всем-то обусловлена. если это зацикленная сеть у вас, значит, она чем-то вызвана. Нужно понять, чем она вызвана. Надо подумать, что ее предопределило. Это вот важный момент. Далее. То же самое нужно и касаемо девочки, чтобы вы лучше ее поняли. Может быть, если вы лучше поймете свою девочку, то у вас и понимание придет того, почему вы, например, с ней все-таки расстали. Кто знает. Может быть, и будет такое. Но в любом случае нужно вам разбирать, что с вами произошло. Что определило вот такую ситуацию. Что определило такое вот развитие событий у вас. И поскольку вы не задаете вопроса, то хотелось бы спросить у вас свою очередь тогда. Если вы вопрос не задаете, то хотелось бы спросить у вас. А вот вы сами как думаете, для чего вы к нам пришли на ресурс? Чтобы что? чтобы таки совладать со своей зависимостью, например? Или чтобы девушку вернуть? вы не считаете, например, что зациклены на ней? Это не ваше мнение, это ее мнение. Постарайтесь пожалуйста данный аспект тоже проработать. Потому что от того, чего вы сами хотите, от того, с чем вы согласны, например, а с чем нет, зависит успех работы, которая будет проводиться с вами. Я хотел бы, чтобы на эту тему вы тоже как следует подумали, подумали о том что вы готовы делать и для чего вы готовы делать. Это тоже такой очень важный момент. И постарайтесь пожалуйста еще раз положая руку на перца будучи честным с тобой да, постарайтесь подумайте, правда ли вы действительно вы любите свою девочку? Действительно ли вы ее любите? Действительно ли вы хотите ей счастья? Действительно ли вы хотите для нее то только лишь всего самого лучшего? И насколько в том что вы для нее хотите есть ваши потребности? Если они эти потребности есть, то насколько они сильны в контексте любви к вашей девушке? и может быть стоит сперва вот эти потребности как раз таки убрать может быть стоит как раз эти потребности проработать осознать увидеть научиться удовлетворять их и только лишь потом выстраивать отношения с девушкой так чтобы быть для нее тем мужчиной которого она хочет видеть кстати говоря вы сказали такую вещь что вместе были три года три года срок довольно большой и я думаю я думаю что за эти три года у вас было все было много хорошего было что-то и плохое так вот с какого момента у вас начались проблемы ведь не сразу же с девушкой вы расстались сперва начались какие-то негативные моменты какие-то одногласия сфоры терки споры конфликты и так далее так вот с чего это у вас началось какие претензии у девушки были изначально помимо той что сейчас она вас якобы не любит специально употребить употребил вашу фразу чтобы вы поняли что может быть она вас действительно все-таки любит но для этого вам в любом случае нужно менять отношение к себе а через отношение к себе менять отношение к ней на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку я вам помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи удачи Продолжение следует...